Мир после пандемии совершенно точно будет другим. Целые отрасли экономики годами, а то и десятилетиями будут восстанавливаться после планетарного карантина. Многие государства наверняка увеличат финансирование медицинских и научных учреждений, а еще в этом мире значительно вырастет влияние преступных группировок. Оно уже растет. Для преступного мира та ситуация, в которой сейчас оказался западный мир, это настоящий подарок. Пока американская и европейская полиции или сидят на карантине, или борются с непрекращающимися протестами, мало кто мешает мексиканским и южноамериканским наркокартелям осваивать все новые рынки сбыта и увеличивать производство дури. Депрессия, вызванная карантинной жизнью в заперти, боязнь подхватить вирус и неопределенность с тем, что же вообще будет завтра, толкает многих на эксперименты с собственным здоровьем в попытке отвлечься от мрачных мыслей и избавиться от депрессии. В результате спрос на наркотики в мире растет с каждым новым днем пандемии. Некоторые наркокартели даже вынуждены были на время отложить вражду друг с другом. Спрос на их, так сказать, продукцию оказался столь велик, что конкуренция едва ли вообще ощущается. К наркобаронам, прежде всего, мексиканским, подчинившим себе основные пути сбыта дури, стекаются десятки, сотни миллионов долларов, незапланированные прибыли. И деньги эти мафия тратят не на яхты или виллы, вернее, не только на них. Шальные миллионы идут на подкуп бедных граждан Мексики и южноамериканских стран. Подкуп в давно знакомом украинским избирателям стиле. Картели, словно одномандатники гречкосеи, раздают людям продуктовые наборы, оплачивают ремонт школ и нанимают журналистов писать о них хвалебные статьи. И это работает. Та же Мексика сейчас переживает настолько непростые времена. Она только пытается прийти в себя после 70 лет однопартийного правления, а все ее государственные институты поражены коррупцией, что страна реально может оказаться в руках у мафии. Более того, сейчас часть Мексики и так контролируются бандитами. Связанные с ними люди занимают кресло мэров и депутатов, проникают в полицию, контролируют медиа. Несколько лет назад наркомафия пыталась взять едва ли не всю Мексику силой, развязав настоящую войну против центральных властей. Но заполучить страну нахрапом не удалось. Вмешались соседние США, которые вооружили и обучили полицейский и армейский спецназ и вообще всячески помогают тамошним силовикам. Поэтому мафия переключилась на постепенное распространение своего контроля. И коронавирус для нее, тут повторю уже сказанное выше, это просто подарок. Далеко не самое богатое государство из-за пандемии мгновенно оказалось в кризисе. Огромное количество людей лишилось работы или потеряло значительную часть своего заработка. И власти им ничем помочь не могут. Ситуацией моментально воспользовались бандиты, по бедным поселкам и окраинам городов начали разъезжать грузовики и фургоны с гуманитарной помощью. Причем тот факт, что помощь эта от наркомафии не просто не скрывался, а всячески подчеркивался. Картели воспитывают в гражданах представление о том, что только они в состоянии вытащить страну из кризиса, решить проблемы бедности и безработицы. Да, объясняют связанные с ними журналисты и лидеры общественного мнения, мафия занимается темным бизнесом. Но бизнес этот не вредит простому человеку, в отличие от государственной коррупции, которая обирает всех. И люди, досыта накормленные бандитскими подачками, этим рассказом с удовольствием верят. И это важный урок не только для Мексики. Там, где государство демонстрирует свою неэффективность, там, где чиновники коррумпированы, а лидеры общественного мнения легко покупаются и продаются, всегда есть опасность прихода к власти уже настоящих людоедов до поры до времени, притворяющихся друзьями простого народа.